Сегодня у Гомерской области працует 41 установа профессийно-техничной и середней специальной эдукации. Республиканский фестиваль арт-вокации объеднал усих. По первые дни отборы прошли еще в минулом году и до областного дошли колес 700 навученцев, что для региона свой особливый рекорд. Перед шуры свои творчие и интеллектуальные сдольности конкурсанты представили у восьми номинациях. Мы представляем колледж бытового обслуживания, выступаем с дефиле «Радуга» в костюм. До начала успели увидеть одним глазком другие номера. Они очень сильные, но мы тоже надеемся на победу. Гэты молодые люди, будучи настауники, будауники, повары, цирольники, а летут танцоры, спеваки, музыканты и актеры. А кроме концертных, номера у Яны представили коллекции одзения и работы по сучасной навуковой творчести. Оценить все это приехала Республиканская комиссия. Талантливых детей в учреждениях профессионально-технического образования очень-очень много. Отрадно отметить то, что жюри очень сложно выявить победителей среди многограня вот таких талантов. Очень хотелось бы надеяться на то, чтобы мы также достойно представили свою область и в этом году. Если говорить о перспективах арт-вокаций, мне кажется, что многие ребята, которые закончат колледжи, которые придут на производство, которые добьются высоких профессиональных результатов и роста по профессиональной лестнице, они будут поддерживать самодеятельное творчество. Вот это, наверное, сверхзадача фестиваля. Вот это самое главное, что должно случиться. Колы областных туров запустили у Молодечно. Там свои сдольности проставила Минская область. Наступная творчую эстафету приняла Гомершина. Потом свои туры проведут и в других регионах краины. Финалом станет республиканский этап, который отбудется в мае. Головный приз Гран-при фестивалю. До речи, в минулый раз его завоевала Минавита Гомершина. И все это по передних оценках. Она так само у леку моцнейших. Ганна Ковалева, Валерия Гапанько, Телерадо, компания «Гомель».